Привет! За время работы в сетевом бизнесе, да и вообще не только, за время работы с людьми, я понял, что совершенно недостаточно сказать человеку, чтобы он начал что-то делать. А раньше я этого не понимал. Но вовсе недостаточно сообщить что-то человеку, порекомендовать, даже приказать на службе, чтобы он начал что-то сразу делать. А чтобы он начал делать что-то осмысленно, с душой, как говорится, нужно сказать много раз. Повторение, мать, учение. Чтобы научить человека, надо говорить много-много раз истина, аксиома, не требующая доказательств для меня, во всяком случае, сейчас. Поэтому, когда я что-нибудь говорю на тренинге или вообще общаюсь с человеком, я стараюсь с разных точек зрения, с разных позиций, разными словами сказать одно и то же. И за время ведения этого бизнеса я научился не бояться выглядеть человеком, который повторяется все время. Долбит одно и то же и все, говорит одно и то же и все, как ненормальный. Вот я теперь этого не стесняюсь, потому что я понимаю, что надо повторять. Тогда, возможно, часть людей, которым ты обращаешься своим сообщением, что-то услышит, что-то поймет. И часть из этих услышавших и понявших, понявших или понявших, осознавших, они, возможно, начнут что-то делать. Это не правильно, это не хорошо, это неприятно, это не радует, это не бодрит, не воодушевляет сетевиков. Но это так устроено, это так есть, это данность, тут никуда не денешься, это объективная реальность. И если ты этого не осознаешь, если ты пребываешь в иллюзии, что ты что-то сказал, и люди забегали, люди начали выполнять твои советы, рекомендации или даже прямые команды, то ты просто наивный ребенок. Много раз мне приходилось повторять одно и то же, потому что жизнь заставляла это делать. Я сказал, покивали головами, да-да-да, а делают не так, по-своему, у них ничего не получается, они плачутся. Да я сам так говорю. Мне потребовалось, когда я начинал, очень много раз услышать одно и то же. Ну, например, мне потребовалось ни год, ни два, ни три, ни пять, слушая, читая книги умных людей, слушая какие-то тренинги, семинары и так далее. Правда, другие люди говорили обратное. Но те, кто много денег зарабатывал, те, кого я уважал, они говорили мне истины, которые в меня не попадают. Ну, например, мне говорили, реклама, работа на так называемом холодном рынке, это область обманутых надежд. Ты там не преуспеешь, тебе не надо дойти. Я слушал, говорю, ты надо же, наверное, что-то знать такое. Ну, я же всегда работал с рекламой, я же всегда клеил эти объявления, давал объявления в газету, я же всегда так делал. Раздавал в руки листовки. Это же мой метод, как же я откажусь? Может быть, кому-то и не работает, а мне не работает, а мне вот-вот работает. Мне же звонят люди. Я был в процессе, я был все время занят, и то, что я давал рекламу, это было подкормкой моего бизнеса. Я дал рекламу, мне звонят, я разговариваю, я при деле. А то, что бизнес не строится, то, что денег у меня нету, нифига, это уже было дело 19-е. Мои мозги плохо работали, хотя я не считал себя дураком. Наступили другие времена. Те, кто, те компании, и те люди, и те организации, в которых я раньше работал, сегодня категорически запрещают делать рекламу. Компания категорически запрещает делать рекламу. Та компания, которая открыла этот железный занавес MLM-овский и впустила на нашу территорию сетевиков, та компания, которая была притчей в языцах у всех, пресловутый Гербалайф, сегодня запрещает делать рекламу. Поэтому делают миллиардные обороты по-прежнему. Почему? Потому что там умные люди, они поняли наконец, что реклама не работает. Реклама убивает, реклама развращает, реклама портит рынок, уродует его. Они дошли в свое время в этой компании до такого состояния, что при одном слове Гербалайф население бывшего Советского Союза вздрагивало, и не только Советского Союза. Секс и Гербалайф не предлагают. На каждом углу была реклама. Почему? Потому что бизнес был первый, самый активный, самый мощный, самый такой горячий. Люди на этом деле там пытались преуспеть. Кто-то действительно зарабатывал по горячке? На рекламе, кстати говоря. Требовалось, я помню, одна приезжала, девушка богатая такая, из Америки приезжала, и она рассказывала в 97-м или там каком-то году, что вот было время, когда мы приезжали в Советский Союз, бывший Советский Союз, в Россию с рекламой. Я раздавала тысячу листовок, и через два часа 300 человек уже сидели в зале. Из тысячи, 300, через два часа сидели в зале. А потом она делала презентацию, и десятки людей мгновенно выстраивались в очередь подписаться на этот бизнес. Но потом, напоровшись на неясности, на неудачи, на непонятки, напоровшись на собственную лень, безмозглость, да мало ли на что, что бывает в сетевом бизнесе. Большинство людей не преуспело, неправильно были научены, неправильно работали, неправильно заходили. Все было поначалу неправильно, и вместе с большим притоком, естественным образом, произошел большой отток. И масса людей, которая отошла из бизнеса, она стала негативно отзываться о том, где она побывала. А масса людей и не вошла в бизнес. Они просто отказались от него. Но однажды, будучи подвергнуты рекламному воздействию, и отказавшись от этого предложения, это не значит, что их не доставали неделю, месяц, год, второй, третий. На каждом столбе было похудеть, бизнес, похудеть, бизнес, работа, работа из офиса, работа, 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 бизнес, без вложений, бизнес, офис, то и все. И человек звонит, и в поисках работы пытается что-то узнать, и ему там начинают парить мозги, он приходит, а там презентация, и опять эти идиоты в значках. Да что же такое, говорят люди, да это что ж такое. И хорошая, благородная идея, красивый бизнес превратился в собственного, в самоубийца. Чем больше развивался бизнес, чем больше было дистрибьюторов, чем больше было задействовано людей в рекламной деятельности, а все делали рекламу, тем большее воздействие оказывано людей, тем большее количество людей отказывались от этого бизнеса, и тем большее количество людей негативно влияли на других. И говоря, ну надо же, посмотри на этих кретинов, которые без конца лезут в лицо. На улице стояли социологическим опросом, на каждом заборе висело объявление убрать жир с живота и бедер, в каждой газете были множество рекламных объявлений о бизнесе и о похудении, причем жизнь заставляла изощряться, жизнь заставляла врать, жизнь заставляла делать такие объявления, которые были непонятные, люди велись на них, но приходя на презентацию, они сказали, да опять меня отбили, уже девятый раз хожу, думаю, какая-то серьезная работа, опять этот гербалай. Да может быть этот гербалай им бы и помог, спас бы их, может быть они и готовы были бы и взяться за это дело, и есть продукты эти, и заниматься бизнесом, но когда такой негативный фон вокруг, куда ты не придешь, везде предложения, и люди просто перестали это воспринимать. Сначала они перестали воспринимать, а потом просто это вызывало ненависть открытую. Этап, какое-то развитие бизнеса закончился, и умные люди пресекли это, иначе бы вообще конец. И сегодня, я не работаю в этой компании, но я знаю, что там сегодня запрещено делать рекламу, категорически запрещено. Речь идет только о том, чтобы правильный бизнес вести. А какой правильный бизнес? А сетевой маркетинг, это когда ты общаешься с своими друзьями, знакомыми, с людьми, которые тебя знают, которые доверяют, и никто кроме тебя и этого человека ничего не слышит. Если он тебе отказал, если ему это не интересно, то ты никакого воздействия не оказываешь на тысячи других людей. Что сегодня происходит? Сегодня, чем мощнее развивается бизнес в какой-то компании, тем больше людей задействовано в этом процессе отбора. Одни отбирают, другие являются отбираемыми. Одни входят, другие не хотят пока. Третьи категорически не хотят, а четвертые уже ненавидят. Потому что куда они не приходят, где они не появляются, везде это активность этой компании, ее дистрибьюторов. Сегодня в социальных сетях, вообще в интернете, когда люди делают рекламу, и чем больше таких людей, дистрибьюторов, чем активнее все развивается, то больше людей наступают на эти грабли в очередной раз и делают ужасную вещь. Не понимая сути дела, они гробят свой собственный бизнес и бизнес других людей, которые правильно его ведут. Познакомился с человеком. Ведь интернет для того, чтобы общаться, передавать сообщения, вступать в какие-то контакты, развивать отношения, знакомиться, а не для того, чтобы лезть в лицо со своими предложениями, изо всех щелей, изо всех дырок, сувать тебе это, заработай в интернете, из дома, и одно и то же, набившее оскомину, вызывающее отвращение предложения. Каким бы оно замечательным ни было, но вызывает рвотный эффект у большинства. И когда слышат название компании, или попадают на него, в конце концов клюют и идут на этот сайт, видят ее, опять эти идиот, опять эти дураки. Да сколько же можно? Куда ни пойди, везде они. Вот что происходит. И если даже ты начал бизнес и делаешь рекламу, и подписал одного, двух, трех, то ты испортил по ходу дела сотни. Ты как напалмом выжег вокруг себя землю. И эти люди, которые зашли в бизнес, они теперь начинают делать то же самое. Вот давайте просто посчитайте, чисто математик, чистая математик. Ты подписал троих, они, повторяя тебя, делают так же. Пока они подпишут по три, они испоганят тысячи людей. Итого вы вчетвером уже зацепили несколько десятков тысяч людей, которые уже не один раз это слышали. Они не хотят больше. И с принципа не хотят. А ты продолжаешь дальше долбать одно и то же. Хорошо ты умный, у тебя есть навык, ты знаешь, как продвигать свой собственный сайт, как делать рекламу контекстную, как там то, сё. А новички, которые входят, поддавшись на твои рекламные ходы, они ведь наивно полагают, что стоит только дать объявление красивое. А какое красивое? А самое простое, как у всех, примитивное. Они не думают о том, вариантах. Они просто не умеют. Они ничего не знают. И они сыплют этими рекламными сообщениями везде. Они заходят к тебе же, к тебе же на спонсор, на твой блог или на твой сайт и оставляют в комментариях свои предложения. Как делают это некоторые мои партнеры у меня на блоге. Это вызывает действительно рвотный эффект. Думают, да что ж такое, есть ли у людей в голове мозги. Ну посмотрите, если нас будет завтра тысяча, то мы миллионам людей отопьем всякое желание иметь с нами дело. Потому что мы отовсюду, как тараканы, лезем в лицо к незнакомым людям со своим предложением. Так не делается. Люди не хотят иметь дело с незнакомыми людьми. Мы же не цыгане на рынке. Слушай, красавчик, иди погадаю. Слушай, я тебе... Скажи, сколько время, слушай. Скажи, сколько время. Ты же уже знаешь, что за этим последует. Поэтому ты даже не отвечаешь, как можно быстрее уходишь оттуда. Это примерно то же самое. Слушай, не хочешь ли ты записаться в компанию, в Больди-Мульди? Ну, замечательный бизнес из дома. А потом начинают говорить, не сетевой маркетинг, без подписаний, без продаж и прочая разная фигня. Так делают люди, которые абсолютно ничего не понимают. Не построишь таким образом бизнес. Никакой. Область обманутых надежд. Там одни скелеты, одни похороненные надежды. Корабли стоят, одни мачты торчат под водой. Там ничего не будет. Не надейся. Не надейся. Самые лучшие дистрибьюторы это твои друзья, твои знакомые, твои родственники, те люди, с которыми ты имеешь возможность общаться. Они никуда не денутся. И если так работать со своими, то ты не портишь рынок. С этим поговорил прицельно, с этим поговорил прицельно, с этим поговорил точечно, с этим переговорил коротко. На этого сбросил информацию. Нет. Это как снайпер действует. Ты как снайпер. Ты не портишь природу. Бьешь белку в глаз. Можно белку, конечно, и ядерной бомбой зажарашить. Что от нее останется? От леса. И от полстраны. Понимаешь? Вот что мы делаем. Мы ядерными бомбами бьем по своей собственной территории. Люди, которые делают рекламу, которые спамят. Это просто убийцы собственного бизнеса. И не только собственного. Но и своих товарищей, которые правильно работают. Я, возможно, сумбурно тут говорил, но просто, если вы подумаете своими, своими вот мозгами, кто делает рекламу, подумайте. Ведь на рекламу реагирует каждый какой-то там сотый. А остальные, прочитав это, на подсознании скажут, сюда больше не ходи. На это объявление больше не кликай. На это не ведись. Развод. Туфта. Надоели. Идиоты. А ты продолжаешь долбать, продолжаешь долбать. Раз кого-то вылущил из этой толпы, подписался человек. И он спрашивает, спонсор, что делать? А что ты ему можешь сказать? Чему ты его можешь научить? Только то, что сам делаешь. И он начинает делать то же самое. Вот вы уже вдвоем месите эту территорию. Ребята, в нашем бизнесе мозги никогда не помешают включить на полную катушку. Почитайте умных людей, например, Рэнди Гейджа, как построить многоуровневый денежный механизм. Это его фраза. Работа на холодном рынке среди незнакомых людей с помощью рекламы это область обманутых надежд. Это тупик. Знаете, такой знак? Тупик. Идет дорога, потом раз. Ты потратишь время, силы, энергию, угробишь рынок, изуродуешь своих потенциальных клиентов и партнеров, вызовешь у них отрицательное отношение к собственному бизнесу, разрушишь бизнес своим друзьям и получишь в ответ такой негатив, что потом, даже обращаясь к друзьям, своим знакомым, начнешь с ними правильно говорить, они тебе в ответ скажут, а, так это ты из той толпы идиотов, которые эту рекламу распространяют. Не, меня это не интересует. Он даже не станет тебя слушать. Вот что мы делаем, делай рекламу. До свидания. Желаю вам удачи. До свидания.